Вот эта стена ушла полностью, она вот так вот идет наискосок. Это ваш первый подъезд? Да, это наш первый подъезд. По подъезду, когда идешь, сверху везде трещины. По потолку в доме трещины, в подъезде трещины, где лифт, между лифтом. Трещины очень большие. И мы во втором подъезде. Во время взрыва был просто ужас. Дом так и трясануло. Я просто не представляю, как там можно жить дальше. Максим с Леной – молодая семья. В их квартире ударной волной выбило стекла, но шторы, к счастью, удержали осколки. Буквально в полметра от окна стояла кроватка, в которой спал их малыш. Сегодня они показывают фото с трещинами в стенах и боятся возвращаться домой. Люди, которые выше нас, на 10 этаже, трещины в потолке неимоверные. Непонятно, что значит дом в удовлетворительном состоянии. Что потолок рухнет, а стены у нас останутся, да? Если у одних трещин потолок, то есть у других это идет как бы пол трещин. Причем глубоко. Я туда вставила ножницы. Вот так вот, знаете, вот раз и вставила туда ножницы. И вы думаете, там жить можно? Можно туда возвращаться? Если их даже сейчас заделать, эти трещины, быстренько заштукатурили, зашпаклевали, все, красочкой закрасили, и все хорошо. Где гарантия того, что через полгода этот дом не рухнет? Дома планируете возвращаться? Да вы что, а там можно жить вообще, вы думаете? Я думаю, что нет. Многие из людей уже задумываются о продаже своего жилья. Вот только сколько будет стоить такая квартира? И найдется ли на нее покупатель? Вопрос. Многие, может, здесь не хотят, в этом доме жить, правильно? Да, мы живем. Экивалент предоставят, для сколько стоит стоимость этих жилья. Вопрос записали. Обследование дома показало, что он будет пригоден для жилья после демонтажа разрушенных квартир. Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на взрыв, несущие конструкции не потеряли жесткость. Прийти к таким выводам оперативно позволил диагностический комплекс струна, который был специально доставлен в регион. Дело в том, что там трещины есть, но не все из них являются какими-то опасными, критическими. Там есть что-то в перегородках, есть какие-то в ненесущих стенах. Поэтому я бы не сказал, что надо сейчас прям паниковать и бежать из дома. Мы нечем ответственность за свою подпись, да, и готов. Мы еще отработаем, я думаю, что за один день сложно, но мнение мое такое, что, в общем-то, подлежит восстановлению. Тем не менее, жильцы этого многострадального дома не верят уже ни одному заключению. Мы боимся там жить, потому что неизвестно, в каком состоянии дом. То, что дают заключение комиссии, мы не доверяем. Почему не доверяете? Вроде комиссия из Москвы, где не должна... Потому что мы стучались в администрацию города, в том числе, с мая месяца. Вот чем все закончилось. Таково мнение жителей этого дома. В любом случае, итоги и окончательные выводы сделает экспертная комиссия.